Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. После названия и превьюшки этого ролика нет смысла скрывать, что здесь будет, но в целом, я думаю, вам не до конца понятно, что это вообще такое. Это коробка по игре Человек-паук Майлз Моралес для PlayStation 4 и для PlayStation 5. Игру я уже полностью прошел, по крайней мере сюжетную кампанию, мне осталось совсем чуть-чуть до платины, вы это знаете, если кто смотрит. Логотип PlayStation, логотип Marvel и логотип Майлза Моралеса. Что же это вообще такое и как я это получил? Ну, получил я это от PlayStation, то есть это как раз-таки от них подарок, за что им огромное спасибо. Вот логотип PlayStation Spider-Man Майлз Моралес. Ну и что это такое, мы сейчас вместе узнаем, потому что я это не распаковывал до ролика, потому что я хотел это показать на ролике. А вообще, как мне сказали, это единственное вот такое лимитированное издание по всей России. То есть в мире, конечно, не единственное, но в России я единственный, кто получил вот такую коробку с ее содержимым. Что, конечно, накладывает на меня великую ответственность, но и, в общем, очень приятно. О-хо-хо! О-о-о! О, какая красота! Сейчас я покажу вам. Первое, что идет в этой коробке, это... Паутина. Паутина, сделанная из пластмассы, видимо, на 3D принтере, но все равно очень красивая. То есть этим украшена коробка сверху, как будто она запаутинена Человеком-пауком. Сделана клево. То есть, видите, да, она твердая. Можно любую коробку теперь украсить вот такой красотой. Ну, или оставить так, как было. Кстати, по первому пауку я тоже показывал несколько разных коллекционок. Короче, я оставлю на них ссылки, наверное, в описании, если вам будет интересно посмотреть. Я выпускал эти ролики еще 2 года назад, когда вышел первый паук. Есть 2 флайера. Первый флайер. Будь великим, будь собой. Ну, первый девиз это лозунг первой игры. Be yourself это будь собой. Лозунг как раз-таки Майлза Моральса. Здесь приветственные слова. И код вот такой. И наверняка сейчас многие поставили на паузу, чтобы его поскорее вести в PSN. Кто первый успеет, тот и получит. Но не совсем так, потому что этот код не рабочий. Не потому что я его использовал, потому что он изначально был не рабочим. Но я думаю, что где-нибудь в ближайшем ролике я разыграю код на Майлза Моральса. Не знаю, на PS5 или на PS4. Неважно, какую версию ты разыгрываешь на PS5. Оно бесплатно апгрейдится до версии. Так что код действует и там, и там. Но забавно, да. Кто-то пошел пробовать активировать. Но разочаруется, что он не работает. Но я здесь не виноват. Я бы с удовольствием и так отдал, потому что у меня игра лично уже есть. Следующий флайер это постер самой игры. С кадром, кстати... Не буду говорить, откуда этот кадр. Посмотрите мое прохождение или сами игру пройдите. Marvel Spider-Man. Официальный оригинальный саундтрек к видеоигре. И здесь есть QR-код. Который намекает на то, что лежит дальше в этой коробке. Если отставить всю эту паутину, то здесь остается только чехол для наушников. И он выглядит обалденно. Это, естественно, лимитированные, не знаю, эксклюзивные наушники по Майлзу Моралеса. Я думаю, ни для кого не секрет. Если смотрели прохождение, опять же, или сами играли. Вы знаете, что Майлз очень тесно связан с музыкой. Он пишет музыку. Он слушает музыку. Его отец пишет музыку. Писал... Его дядя писал музыку. То есть там у них все на музыке завязано. Они очень музыкальные и мелодичные. И они всю жизнь живут под какой-то бит. И поэтому здесь наушники. Ну, это, видимо... Это я так понимаю. Это именно айтем. Этот предмет, который лежит в этой коллекционке. Ну, лично я бы тоже положил наушники. Потому что Майлз постоянно что-то слушает там. Но, возможно, это не так работает. Кстати, я думал об этом. Потому что, когда был ролик. Я еще делал на него реакцию. С Майлзом Моральцем. Финальный трейлер. Там были наушники. Но они были беспроводные. Знаете, как вот эти AirPods. Только сониковские такие наушники. С логотипом. И Майлз под маской их носил и слышал музыку. Это, кстати, клевая идея. Прям я почему-то до этого раньше не додумывался. Но это наушники полноценные. Кстати, здесь прям из розового золота застежка. На которой написано Sony. Естественно, это наушники Sony. Потому что PlayStation. Эксклюзивная игра. Ну, то есть, естественно, это наушники Sony. Никакой другой фирмы здесь быть не могло бы. И нифига себе, как они выглядят. Ох, это черные наушники. Так, сейчас смотрю на ровность логотипа. Да. Да, вроде ровно. С логотипами Человека-паука Майлза Моралеса. Обалденные. Это беспроводные наушники с шумоподавлением. Как написано на брошюре. О, здесь есть... Где мой телефон? Здесь есть код NFC, с помощью которого можно отсканировать и, по идее, присоединить наушники. Пробуем. Подключение к VH1000XM4. Да, подключился. Кстати, у них сейчас 100%. Они полностью заряжены из коробки. Как они надеваются? Можно регулировать. Разумеется. Кстати, да, их можно даже вот так положить. Блин, надо было в них и проходить игру. Но у меня не было тогда наушников, когда я начал проходить. И... Бэм. О, шумоподавление уже... У меня включилось видео. Я уже слышу шумоподавление, то есть оно уже работает. Впервые такое вижу, но в наушнике, вот здесь в амбушюре, есть как будто такой маленький экранчик. Я думаю, вы видите, даже он отблёстывает. Вот он. Что это и как это работает, я не знаю. Я пока не понимаю. Он, кстати, только в одном амбушюре, что странно. Возможно, это и для управления. Не знаю. Вот так они выглядят на моей голове. Наушники, по-моему, очень стильные. Они, не знаю, мне кажется, выглядят нормально. Удобно сидят. То есть они мне полностью уши покрывают. А у меня уши большие, поэтому и эти. Амбушюры нужны большие. Амбушюры большие. Шумоподавление обалденная штука для самолётов. Вот реально. Вот как у меня появились наушники с шумоподавлением, я в самолёте их просто включал. Вот иногда. Само шумоподавление. И это такой кайф. Ты ничего не слышишь. Потому что шум самолёта лично меня очень отвлекает. Хотя летаю я там редко. Пару раз в год максимум. Давайте послушаем трек. I'm ready Джейдена Смита. Я как этот, Человек-паук из третьей части. Конечно, не передать никак звук. На самом деле звучит обалденно. Ой, ещё шумоподавление выключается. Звучит обалденно. Они удобные. Также здесь есть управление. Я не знаю, на каком наушнике конкретно. Сейчас я посмотрю. То есть свайпом я уменьшаю громкость. Так я могу перелистывать трек. И просто нажатие на это пауза. Также в комплекте маленький почему-то Type-C для зарядки. Прям очень короткий. Странно. Провод для подключения через 3.5 джек. Благо у меня на смартфоне он есть. И переходник как раз таки для самолёта. Я не знаю, пишите в комментариях, как вам эти наушники. Ещё раз огромное спасибо PlayStation за такой подгон. То есть это мало того, что лимитированное издание для игры, которое единственное в России. Потом это наушники сами по себе классные, беспроводные, с шумоподавлением. Ну и, ну я не знаю, и по Человеку-пауку ещё раз. Короче, очень здорово выглядит. Мне нравится, естественно. Почему бы мне не нравилось. Оставляйте комментарии, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, смотрите прохождение Майлза Моралеса. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok